Катюша По традиции, сегодня Красноярская пригородная электричка превращается в настоящий фронтовой пояс с сопровождением музыкантов. ПЕСНЯ Эти песни, они написаны на века и они всегда будут слушаться по-новому. Поэтому это то достояние, которое оставили нам на долгие лета. Программа называется «Известные фронтовые песни», в которую как раз таки вошли те композиции, которые были написаны с 42-го по 45-й год. Причем написаны в самых разных неожиданных местах, в окопах, в линдажах и даже в вагонах поездов. И надеемся, что нашим пассажирам будет интересно и они также будут нашим солистам подпевать. ПОДПИШИСЬ! 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 Она сюда заряжалась, и уже по прицелу, вот она, уже можно было вверх-вниз ее крутить. Это единственное в Красноярском крае, ушечка 45-очка. Каждый год перед 9 мая в ДК «Железнодорожников» мы устраиваем выставку, посвященную нашей победе 9 мая. В прошлом году стояли перед ЖД-вокзалом, у нас там стоял танк, бронеавтомобили ГАЗ-67, мотоциклы и оружие Второй мировой войны, как немецкой, так и вермахта. Это лишь один автомобиль из коллекции Александра Савенкова. Остальные можете посмотреть на... Территория больницы номер 20 на территории, и также поселок Еловый, 9 числа мы там будем праздновать. И улица Свердловская, в конце там мемориал памяти, и там тоже будет стоять один из бронеавтомобилей. Всю войну прошел, воевал с котами, с собаками, даже корову доел. Сколько пяти лет, столько у меня вот этих вот. Ну, как я говорю, что в принципе я как-то всегда был и комсомольским, и тем самоработником. Люблю сибирские морозы, люблю сибирские грозы, люблю тебя, святая Русь, и перед Господом клянусь, что если вдруг, какая рать, захочет друг на нас напасть, мы, как в былые времена, хребет-то и рать и поломаем, и глубоко всех закопаем, как было и старе всегда. Чтоб на Россию нападать, то надо знать, куда бежать. А если некуда бежать, советуем не нападать. А на вас форма какого года? С 41-го. Снизу, ремастерка 41-го года. Это комбинезон, я как бы танкист. Это моряк. Черноморский флот готовится. А что на вас вот это такое? Это? Лента пулеметная. От пулемета Максим на 300 патронов. А в каком году это оружие использовалось? Да, еще пулемет Максим был изобретен еще до Первой мировой войны, позже просто модернизировался. Это как раз самый первый образец ленты матерчатая, позже уже металлические появились. Это связка из гранат РГД-33. Брались пять таких гранат, связывались в одну. Такую гранату можно было смело кидать в танк. То есть она вполне могла пробить какие-то важные части бронемашины. Звучала музыка оркестра, устало ухом барабан, веселью не хватало места, а время плакало от ран. Я помню первый день победы, и смех, и горе беспрекрас, а в снах еще стреляли деды, которых нету среди нас. Мы обобщим бои и даты, показываем жар и пыл, а бой для каждого солдата всегда отдельной датой был. Этот день заветный, и опомянуть достоин рад их всех погибших, неизвестных, пропавших без вести солдат. Бойцы из Красноярского края героически сражались под Москвой и Ленинградом, Сталинградом и на Курской дуге. Здесь проходит репетиция парада ко Дню Победы. 9 мая жители Красноярска могут поучаствовать и в митинге, могут поучаствовать в церемонии поднятия флага. ПЕСНЯ 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 Я уезжаю, пыть обещай, я верну тебе до конца. Иди, вспомни, с чувством моим не шути. Выйди, подруга, поиск у друга друга на фронт проводи. Пусть устой, девушку простую, пусть услышит, она наполёт. Пусть все землю сбежут родную, а любовь, Катюша, сбежёт. Пусть все землю сбежут родную, а любовь, Катюша, сбежёт. От святами яблони кровь оплыли и тюманы над рекой. Выходила на берег, Катюша, на высокий берег над кругой. Выходила на берег, Катюша, на высокий берег над кругой. Асана Калакова, Наталья Кострогина, телевидение Сибирского федерального университета.